здравствуйте дорогие друзья сегодня я хочу вам предложить расклад про алана чумака и кашпировский почему они в те девяностые годы прошлом веке до в конце прошлого века появились и что они делали на телевидении действительно ли они целители и что из этого вообще вышло у них и стране на тот момент которые смотрели эти передачи начали 1 2 3 4 начали здравствуй страна советов на тот момент которая тогда рушилась это далекие далекие 90-е телевидение те далекие времена те далекие времена был приглашен чумак алан чумак он лечил у детей я так помню что баночки люди подставляли к экрану и он руками водил водил и люди радовали что их не дети не писались ночью то есть их дети да теперь кашпировский это целитель который изгонял болезни ну в общем такой вот целитель был гипнотизер и что же вышло со всего этого мероприятия в стороне на телевидении у этих людей и что же все таки получилось стороне итоговая я достал вот эту колоду она хорошая я ее стала использовать для людей которые ко мне обращаются она такая интересная колода начали значит так здравствуй страна те далекие 90 телевидение те далекие 90 чумак что ты делал тогда на телевидении в те 90 мы кого-то назад идем кашпировский а вот эта карта итоговая что же все таки произошло со стороной с телевидением и итоговая вот этих людей которые может быть и накалидовали может у них что-то и не получилось вот эта карта как бы итоговая итоговая для чумака и для кашпировского ну это их три карты 33 так двойное таро старших арканов раз два три четыре раз два три четыре здравствуйте те далекие 90 телевидение чумак кашпировский и что же в итоге получилось в этой стране стране которая была это была страна советский союз и развал пошел да так мы сейчас знакомимся так привет страна это была судьба советской советский союз страна была единой и видите тут сатурн да она дала трещину и призывала к тому что страна стала как бы раз как-то призываться к чему-то до призыв что-то новое может быть теперь что творилось на тот момент на телевидении на том телевидении ведь императрица на как бы богатая на телевидении было большой много программ да и получается это богатая программа стране на телевидении было много программ и эти программы при данной судьбоносной программе досмотрите ну как бы дала трещину да сейчас посмотрим что вот тут выйдут какие карты теперь вот он алан чумак успешный парень фараон вышел теперь кашпировские сила и что же получилось а в итоге время пришло какое-то время но потом сюда доложим синюю колоду так теперь смотрите вот сторона советов она была эта сторона была еще можно сказать бедность стороне пришла бедность это время пришло время бедности так раз два три четыре сила была сила была у страны но эта сила умерла сильная сторона дала трещину и ее призвали к смерти да теперь на телевидению на телевидению тяжелая работа с трудно стало с финансами императрица это деньги богатство ну и всевозможные как бы начинание еще нет не было рассвета да потому что видите тут как бы призыв а призыв к чему да если в материал но тяжело было его обрабатывать трудно им было на тот момент но сила власти дисциплина требовали свое тут получается смотрите государственные структуры диктовали свое сила сила подавление 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 на телевидении тяжесть видите тяжесть взвалили на телевидение все и дисциплины и законы старые законы умерли нужно новое было внедрять новые да теперь вот появился чумак королева пентаклей и фараон смотрите он работал в тандеме он с кем-то с какой-то женщиной видимо у него была напарница и это напарница королевы пентаклей это деньги она сказала пойдем на телевидение у меня есть подруга например и мы с ней будем ладить пошли она сказала ему алану и алан пошел как молодой специалист видите да значит это по обоюдному согласию через знакомство можно так сказать по дружески теперь откуда взялся кашпировский со своей семьей со своей семьей или со своими знакомыми знакомыми кашпировский прибыл прибыл тоже учеником смотрите тут получается кашпировский алан чумак получается он как бы имел как бы свои не слишком большой опыт но как бы уже как среднячок а кашпировский пришел пришел зарабатывать деньги ему было нелегко но он старался старался заработать деньги для своей семьи вот теперь и что же получилось в итоге получилось то что страна видите страна телевидение телевидение обговорили эту тему 50 от 25 на 25 до 50 50 кажется так и начали работать втроем 33 получается и 1 и 2 и 3 они составили договор общем вот так вот теперь действительно ли они целители алан чумак и кашпировский целительство что-то выскочила так сейчас достанем отсюда с этой колодой карту для алана чумака действительно он целитель действительно ли кашпировский целитель и при данном договоре смотрите поделив свои обязательства вместе их это тройка великолепная тройка получилось ли у них вместе зарабатывать деньги так алан чумак действительно ли ты целитель и вот кашпировский и что же будет что же будет или что получилось а вот сюда я не положила что это так не не взначай нижнюю положу что же не взначай стране на телевидении произошло выборы или соглашение где переход где страна вместе с телевидением сделала переход через выборы мы прошли выборы ну смотрите как расписали карты до прошлого теперь способности алана чумака луна интуиция папеса и суд ну значит у него я хочу сказать был свой заряд заряд и через свою интуицию по судьбе он принял судьбу и пошел на телевидение через свою знакомую где они там в тандеме по соглашению сторон сработались вот сработались теперь кашпировский молодой где-то там неопытный гипнотизер на тот момент принял решение и при своем договоре видите двойка пентаклей при соглашении двух сторон вот я и говорила они пришли теперь его дар да смотрите я же сказала дар да у него есть какой-то дар виде стрела до попала в него и он этот дар использует играючи у него что-то там а все-таки в этом плане есть было на тот момент можно так сказать так теперь что получило телевидение страна в итоге успех и радость вот я говорила тройка видите раз два три раз два три а это договор 50-50 при своей надежде 17 аркан деньги дети надежда наследство мужчин вот такое начать они поделили между собой деньги в общем история про двух гипнотизеров которые пришли на телевидение работать по соглашению сторон у них получилось и они заработали много денег и получается великолепная тройка три императрица да они получили много денег теперь позовем цыган вроде бы расклад не о чем да ну вот как бы ну вот видите выборы перехода как бы случайные раз два три 4 что скажут цыганы цыгане на тот момент когда была страна цыгане выходите цыгане расскажите прошлое прошлое те 90 что было со страной что было на телевидении как пережил тот период алан чумак кашпировский теперь что же у них получилось а так начали вот что же было те далекие времена и хитрая хитрая ситуация эти лживость лживую эту страну можно сказать призывали к выборам где обновление и силу страны сломали это хитрый ход можно так сказать так теперь на телевидении новые друзья пришли но там все они пришли и остались а вот хотя им было нелегко в общем приглашены были новые дикторы директора алан чумак старая дама таролог ведь вот у него все таки какая-то женщина может у него по наследству по роду ему от какой-то женщины богатство дар был передан у него и видимо есть способности видите тут как бы дар есть вот ппс вышла эти бабушка и бабушка и судьба это породу ему передалось алану чумаку кашпировский возлюбленная тут получается что он получил через любовь может семью он создал на тот момент или через любую виде возлюбленная получается его дар через его любовь значки он поцелованный мужа тоже сказать это любовь да дар поцелованный так теперь на телевидении кашпировский и алан семья создалась семья ведь и женщина семья семья принесла несчастье получается после всего этого начались несчастье на телевидении или же стороне сторона телевидения и так как и как итоговые в итоге в этой семье то есть стороне появилось несчастье ну вот что можно сказать теперь вопрос интересно да уже карта вроде все все ляля вышла да но получается несчастье что же за несчастье в этом не пишете слово морок может это и есть несчастье что вот эти два целителя где-то там усыпили людей потому что кашпировский видите они все на весь советский союз на всю страну усыпляли людей и этот усыплял это да еще и баночки умудрялся там как-то что-то да может их неблагие намерения и привели страну в ад потому что возможности телевидения на тот момент никто не знал на что способна энергия телевидения вот так усыпить людей да например и вот эта карта подчеркнула что все хорошо но но пришло несчастье сейчас вот сюда я положу карту действительно ли после всего этого появилась пришло несчастье вот она как невзначай никто не думал и не гадал да никто не думал и не гадал луна и рыцарь мечей смотрите через это мы будем говорить морок луна мор мор это означать мор это смерть да вот получается сломали мор это смерть обман смерть примечалась рыцарь мечей это примечался кто-то который через обман явился можно сказать вызвали вызвали из темноты того который должен явиться рыцарь мечей может как бы шник понимаете да ну образно мы его так назовем то что твари шерстяные повылазили ну это луна moon мор до получается страну мор как усыпи или да и получается усыпление и это есть несчастье вещам вот так вот вот вам и друзьям помогали им теперь если это несчастье через рыцаря мечей которые резкий резко пришел через обман и получается после всего этого что как пошло телевидение как оно пошло работать как говорится в темпе вальса сейчас посмотрим темп бывает разная до медленный или осторожный так или быстрый темп но видите тут быстро все обман быстро пришел ложь появилась на телевидении как говорится все хорошо прекрасная маркиза сгорел ваш дом с поместьем месте и запылала все поместье так насколько это все ужасно это болезненно это очень болезненно и это этот обман болезненный привел шута который принес свою силу вот видите и на законодательном на законодательном образе он ворвался он ворвался страну и принеся несчастье с обманом он как-то свою силу проявил и проявляет на сегодняшний день еще вот так вот такие карты вышли сейчас я соберу карты смотрите и мы спросим карты тару действительно ли если это мор от этих телевизионных передач видите ну все таки это сработало на несчастье пришло откуда взялась вот эта нечистая силы ветер рыцарь мечей шут представляете какое-то сочетание интересно да это получается получается на коне примчался злой тучи да по ушу рыцарь мечей на коне среди туч ворвался смеючий ой со смехом шут который принес болезни переживания и он приобрел еще силу через обман и и это есть большое несчастье для страны так все собирая карты теперь продолжаем смотрите вот эти две фамилии ну гипнотизер их назовем вот они на всю страну на всю страну действительно с их участием произошел морок что люди до сих пор как под гипнозом стране в россии действительно ли это так и это сработало до вопрос сработало в африке негры это бастуют возмущаются бунты делают ну тут в россии тишь да гладь божья благодать как еще есть урожение нас и в глаза божья роса это такое есть пословица так теперь смотрите значит так начали значит так вот они гипнотизеры стране мор принесли сработало это и вот результат мор морки на люди в мороке сейчас я вот смотрите что сделаю так раз два три четыре я задвигаю вот так вот и только одну колоду оставлю так тоже можно так теперь смотрите вот эти друзья стране морок получился да вот так вот с вопросом получился ли морок так вот они эти друзья да смотрите тут получается это свыше видите тут как бы указание можно сказать они получили указание распоряжение распоряжение или разрешение тоже может быть так в россии на телевидении приняла решение принять принять этих людей и вот получился морок это гипноз ну да темриво действительно получился еще как получился смотрите тут получился момент такой что уходите но не хочет ведь она устойчивая но может подшатывается или раскачивается но морок морок через решение получился ведь и тьма так теперь вот эти двое из ларца ведь и рафан да все таки смотрите как в тандеме работают карты и рафан и рафан получается по поручению получается им сказали вы должны приехать в россию советский союз и проявить свои возможности это силам показать свою силу люди с дальней дороги но откуда-то один пришел второе пришел теперь телевидение страна страна вот она страна через витя семерка мечей это воровство предательство вырывается в страну вот эти вот энергии ведь и врывается вор это нечестно нечестно так нужно нельзя было так делать можно тоже так сказать ворвались а страну через чьи это решение видите значит это просто так ничего не делается просто так такие люди не приходят это чужие можно так сказать тем более с дальней дороги теперь вот он морок какой морок звезда обещая надежду с надеждой да смотрите через темноту обещая надежду будущее ведь император что он якобы все будет хорошо но вот этот морок мор мор луна мо слова есть то что король пентакли прибыл вот получается пришел человек из темноты при своем ангеле ну его ангел принес можно тоже так сказать тут еще знаете как еще можем так сказать взятая сторона под чей-то контроль вот эти карты старшие по чей-то контроль можно сказать знаете как луна луна до одинокую несчастную если бы на женщину смотреть смотри одинокая женщина нуждалась мужчинах если бы я на человека смотрела на девушку да я бы сказала вы знаете вам нужна любовь вам какие-то двое мужчин пробьются один и другой но с ними дружить нельзя они опасные несмотря на то что они с благими намерениями то 2 арафана но они могут вас заломать во времени но уйти 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 они не уйдут они могут вас водить в заблуждение но это как образно я говорю не так легче когда через людей и вам будет тяжело разобраться кто из них кто и в этом обмане вы будете надеяться что все будет хорошо но хорошо ничего не будет будет только то что вот этот человек один из них да например их же тех которые поручили пришло третье третье существо которое деньги видите король пентакли который пообещает вам много денег но ваши деньги никакого смысла не имеют и эта связь очень опасная через то что вам обещали жениться жениться например вот как передача есть давай поженимся да ну и вот двое как бы пришли но из двух получается никто не пришел пришел 3 который он всех обманул и и то есть морок поняли да где обещая обещанная надежда теряется и вот он вышел из ларца вот этот король пентаклей в общем вот так вот можно это все понять а если смотреть как бы на государство смотрите в государство прибыло двое мужчин вот откуда-то они взялись например на телевидении стране не нужно было принимать это этой стране этих людей но они поверили через свой выбор и они заблудились они заблудились при своей надежде на но пришел третье лицо которое вот это все и остановил но он возвысился и люди в мороке вот так можно сказать теперь что скажут цыганы насчет на этот счет цыгане выходите цыгане расскажите что вы думаете про этих двоих отсюда начнем там собаки вышли верно-верно они пришли друзья да сейчас посмотрим значит так начали сколько тут карт раз три четыре пять шесть тут четыре карта до большие значит так вот они двое пришли на телевидение мурок это и теперь тут кто возвысил себя и поднялся это стихия земля это заземленность люди потеряли можно сказать надежду духовность до 17 аркан еще душа потеряли душу потемках душа в потемках понимаете это 17 аркан душа дети деньги вот и вот этот возомнил из себя и что из этого вышло так теперь вот они двое да они пришли верные вас выполнять свою работу так телевидение песня началась песня а правильно или песня началась теперь вот он морд мор объединился женщин вот поэтому и женщины видите своих мужей братьев отдают за ладу и у них все ладушки так теперь и вот он император при своих деньгах мира это деньги он как бы сделал свой прогноз и 7 дал как бы свое свою меру 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 терпения пообещав при этом но надежда теряется купец вот видите он купи продай это спекулянт вот так честный купец привез товар получил деньги а это получается спекулянт пришел спекулянт так теперь и что же из этого предсказание предсказание недругов ну вот у смотрите гадания недругов гадают все по-разному можно так сказать но прислушайтесь делайте анализ сами решайте кому верить кому не верить поэтому верится не верится но проверяйте и получается еще раз раз вышла вот эта бабушка гадалка старая дама да и не другие получается еще обещают много чего при этом уроки но тоже можно сказать все врут никому не верьте даже мне вообще никому нельзя верить в этом мире и всегда нужно сомневаться так теперь смотрите вот эта колода дам которая была теперь насчет того что сейчас посмотрим кто же этих двоих прислал на телевидение не вот это очень интересно что видите посланники они их как бы они просто так не пришли на телевидении вот так вот не создавался этот морок и женщины видите с детьми и все все в этом мороке ну как поколение поколение женщин детей внуков все вот в этом мороке как бы так теперь откуда взялись вот эти двое сейчас посмотрим на телевидении кто их принял сильно или влияние они имеют на этот морок вот эти люди извини и что же все таки получилось у этого императора который дал всем свою меру меру терпения меру жадности меру номера всего до меру насыщения вот раздал должность а потом взял отобрал например ну чтобы все было ровно по его желанием что он спекулянт купить продать мы все знаем кто это там сигареты откуда-то возил вот и плюс еще там один из это ленинграда так раз два три четыре начали это кто их направил может какие-то энергии может сами пришли да ну дай бог например кто их принял на телевидении получилось ли все это отлично с этим уроком и как же быть с императором раз два три четыре девятка жезлов чтобы выстоять в эту смутное время кто их направил те которые были которые не крепко не стояли на ногах и через обман через обман придя на телевидение они объединились и у них получилось ведь и луна луна 0 получается через свою интуицию они объединились и и возрадовались ведь обман обман теперь вот этот мор на 17 и 18 18 17 и цыганский оракул жена что это за мор король мечей видите тут облака если по уши это тучи нагнанные тучи это полицейское государство можно сказать ну как бы строгость дисциплина и жертвы вот так вот вот вам морда смотрите 18 18 17 полицейское государство жертвы все это в одной колонке вот этой теперь что же с императором отшельник он один где-то там отсиживается и он меняет лица вините да вот как не верить картам и он получается ведь и время и время его время не уходить он остается при своих возможностях спекулянта или спекуляция раза раза как разошлась по всей стране тоже можно сказать и у каждого есть свой своя мера твой свой кошелек или же свой потолок вот и через этот потолок отшельник как бы видите при своих деньгах нам золотом чахнет можно тоже так сказать но это уже как бы эти не другие сказали что будет так и так никому не верьте верьте себе ну в общем вот такие карты выше теперь что скажет цыганский оракул по поводу вот этих силы извне которые повлияли на морок в россии раз два три и четыре вот стран видеть эти люди без денег у них не было денег мы решили под заработали телевидение гнилое гнилое телевидение телевидение пошло на гнилой путь эти воровство гнилью плохая песня вот песни пошли эстрада можно сказать испоганилась и получается гнилая сцена пошла теперь вот этот морок не любовь ненависть развивалась ненависть к соседним странам например так теперь вот этот король на который пришел после морока а он сидит и ждет а музыка играет и играет ему скучно ну в общем вот такие события карты описали что с этого расклада мы поняли морок значит повлиял через вот этих тоже участники участники гипноза что телевидение вместе с этими гражданами людей вели морок плюс пропаганда политическая это тоже учитывается плюс какие-то гаджеты не гаджеты и плюс вот это замыкающий замыкающая колонка король то получается император король пентакли отшельник мира и время можно сказать он время кушает ну что тут крокодил крокодил ушу там крокодил это карта кушает время она ест время и она съедает это все и поглощает в себя все это время и получается потерянное время помните фильм был дети потеряли они дедушек бабушек превратились и потеряли время и вот это время потерянное сейчас вот сейчас блокируется и мор ведь и луна луна по пояса до 17 орган да вот это все поглощает вместе с телевидением и тут еще луна ночью вот так вот такие карты вышли так ну давайте посмотрим еще раз посмотрим куда же денется этот амператор амператор сколько же ты будешь сидеть и имя твое будет вот так вот матросица во времени убивать время граждан которые мороки император долго ли еще силы его видите карма его есть морок долго ли морок будет еще десятка мечей все убитые в этом городе смотрите это убитый десятка мечей через этот морок нужны убитые на целом мода на телевидение что творится на телевидение паша жезлов новости слабенькие новости так себе неграмотные это как ученик можно сказать еще учиться учиться на телевидении надо как правильно вести передачи и получается вот эти двое гипнотизеры они пьют шампанское у них все хорошо ну в общем такие карты вышли так что морок есть через телевидение и те которые радуются сейчас вот эту колоду еще возьмем император мера ведь и у него своя мера он доказывает что он на все может пойти и доказывать что он правда так теперь морок крепкий морок ведь отшельники каждый сам за себя называется морок привел людей к тому что моя хата с краю я ничего не знаю телевидение разрушает разрушающая компания телевидение и вот эти двое они при своих знаниях при своем потенциале живут и ездят по меру или танчо у них там какие дела так вот теперь император видите у него 8 старший аркан и 14 так морок который очень крепкий его очень тяжело разбудить помните еще сказку да ладно потерянное время что воля что не воля что все одно мария мариевна кажется в гостях о сказке помните было это сказка вот они пьют радуется им хорошо а этот а это деньги не знает куда деть телевидение зависимость там одни наркоманы можно сказать ну вести передачи как бы и вот эти двое доверять им нельзя все очень получается каждый сам за себя спивается пьет и на поминках и на свадьбах все вместе дружно ведут свою жизнь при контроле и развивается ненависть от жертвы очень чего хочешь в этом морке получите распишитесь морки что прибыль должна быть деньги за рискованное предприятие это те которые пошли умирать это те которые морки и тебя умирать десятка мечей деньги получите за то что вы рискнули и пошли умереть за кому-то вот так очень продуманная программа всего этого кто-то умный это все придумал вот так вот свадьба да этому верить нельзя ну можно сказать безбожное знание еще вот эти можно сказать слова все спасибо я так долго пошла карпа картам спасибо всех вам благ берегите себя и своих близких до часе